Все детали абсолютно все стальные. Как бы исторически так сложилось, что они подходят наилучшим образом для нижних конечностей, потому что когда у тебя, например, рука ранена, то ты, в принципе, затянуть нормально одной рукой его не сможешь. В данном случае здесь есть приспособление, которое позволяет это сделать. Сама рабочая стропа, она одна, прочная, плотная, толстая, соответственно, надежная. На кат-образных турникетах, там, как вы знаете, есть такая тонкая стропа в стропе, изнашивается, быстро рвется, и, в общем-то, они не зря считаются одноразовыми. То есть один раз попользовался, второй раз уже опасно. В данном случае этим турникетом можно пользоваться многократно. Все детали стальные, очень прочные, надежные. То все равно абсолютно мороз, жара, вода, грязь, в общем-то, абсолютно все равно, все равно будет работать. В целом это плюс, из минусов это то, что, ну, такой конструктив достаточно рабочий, крестьянский. Для того, чтобы удешевить саму конструкцию, запас прочности очень большой. По поводу руки, что можно сказать, то есть если вы на руку ее накинули, например, то да, действительно, для того, чтобы затянуть, ну, то есть ты тянешь, и ничего не происходит. Соответственно, здесь есть специальное приспособление, которое, как жгут берется в рот, накручивается, и вы максимально плотно затягиваете турникет. А дальше уже работаете воротком, как обычно. Ну, врага завел, в принципе, уже более-менее ситуация стабильная. Лучше всего завести вот сюда в треугольник, уже он никуда не денется абсолютно. Ну, естественно, нужно тренироваться, отрабатывать именно на нем, если он у вас в аптечке лежит. Потому что у каждого турникета, абсолютно у каждого, в любой конструкции есть свои нюансы, которые нужно понять и к ним привыкнуть. Далее, по поводу ноги. Ну, так как он сов-образный, то здесь особых проблем-то, в общем-то, нет. Считается проблемой то, что когда человек в сумеречном состоянии раненый, ему тяжело защелкнуть пряжку. В принципе, мы согласны с этим абсолютно. С одной стороны, с другой стороны, если ты тренировался, то есть у тебя уже работает автоматика, ну, по большому счету, ты просто на автомате вполне возможно ее застегнешь. То есть все зависит от состояния, от степени. Соответственно, здесь тоже можно придержать, можно не придерживать. Можно за скобу, ну, то есть мы затягиваем, точно так же крутим. В принципе, вороток уже отсюда никуда не выскочит, бедро у меня пережато. Есть свои неудобства, вороток не круглый, безусловно. Бывают проблемы, скорее, от непривычки с заведением вот в эти рога или с накидыванием вот этого треугольника фиксирующего, безусловно, тоже. Но в целом конструкция работает, работает надежно. Продолжение следует...